В этом году приемная кампания во всех вузах страны проходила в нестандартной форме. Главная ее особенность – общение с абитуриентами в дистанционном формате. Что касается популярных направлений подготовки, то в разных вузах они свои. В РГУ, например, такие. Закончился прием документов на очный бакалавриат. В этом году он заканчивается 18 августа. На сегодняшний день можно сказать, что по количеству заявлений у нас лидируют такие направления, как педагогическое образование иностранные языки, педагогическое образование общества знаний с английским, русский язык и литература. Вот такие профили именно педагогического образования. Также достаточно в топе можно обозначить и распреденции, социологии, вот эти направления. В медицинском университете рассказали, что остается востребован, как и в прошлые годы, факультет клинической психологии. В этом году, как никогда, много подали документов на среднее специальное образование. Возможно, потому что не надо было предоставлять результаты ЕГЭ. Здесь учитывался средний балл аттестата. Кроме того, не все выпускники в этом году сдавали ЕГЭ, а кто-то сдавал и не справился. Поэтому такие специальности, как лечебное дело, сестринское дело и фармацея, также пользовались популярностью. У нас традиционно высокие конкурсы на все специальности. Наверное, стоит отметить лечебное дело, потому что, ну, во-первых, здесь и большее количество бюджетных мест, и документы сюда подают чаще. Но если мы говорим о конкурсе, то есть количество поданных заявлений на выделенное количество бюджетных мест, то здесь, конечно, лидирует на стоматологический факультет, педиатрический и фармацевтический. В этом году достаточно большой интерес вызывает факультет медико-профилактическое дело. Наверное, это все-таки связано с сегодняшней ситуацией в стране, в мире. И врачи-эпидемиологи, конечно же, востребованы, и, соответственно, на эту специальность у нас также в этом году достаточно большое количество подано заявлений. В радиотехническом университете заметный интерес абитуренты проявляли к направлениям подготовки и специальностям айтишной группы. То есть это информатика, вычислительная техника, информационная безопасность, в первую очередь. Туда ясно уже, что будет значительный проходной балл и степень заинтересованности очень большая. Но от этой популярности не отстают уже и другие направления электроника, радиотехника, системы, связи. Туда тоже достаточно большое количество заявлений. По степени востребованности и айтишные направления, и направления электроника, радиотехника, системы, связи. Востребованность этих направлений объясняется еще и тем, что многие предприятия направляют своих представителей для участия в конкурсе по целевому набору. Говоря в целом об особенностях приемной кампании, то в этом году она проходит не только в дистанционном формате, сдвинулись и сроки зачисления. Так, например, 24 августа во всех вузах будут заполнены 80% мест научную форму бакалавриата теми абитуриентами, кто подал заявление о согласии на зачисление. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, Телекомпания. Город.